Пятый канал представляет Так, Сергей, на сегодня всё. Заправишь машину и будет на связи. Завтра позвоню за час-полтора. Понял, Павел Иванович. Хорошего вечера. Дурной знак. Надеюсь, она дома, а не с этим. Да просто ты, Павлов, ты так её уже запугал. Да и куда она поехала бы вчера с температурой? О, до дома она, вон, обувь её стоит. Паш, а я забыла сироп от кашля Ольги купить. Сходишь? Издеваешься? Я устал. Малины поезд. Пашенька, пожалуйста. Я тебе кофейку пока сварю. Я жду тебя. Жду, варю кофе. Давай. Да ты что, с ума сошла? Папа увидит, вас обоих убьёт. Оля, Оля, просыпайся. Оля, Оля! Оля, 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 Оля. Не приходил себе? Очнётся, позвоните. Где этот гадёныч? Здесь, да? Задавыли. Тихо, тихо, тихо. Да что? Его отец, да? Отец? Уголовный розыск. На выход. Поговорим спокойно. Тихо. На выход, на выход. Мужу он никогда не нравился, он всегда был против этого романа Но я подумала, пусть Ольга сама решает Паша прав был, а бабы все дуры, в любовь верят Эта тварь вскружил голову моей дочери Она молодая, стать ее героем совсем не сложно Да, подобрал ключик гаденыш Думаешь, ему Ольга нужна? Ему положение мое нужно Я таких насквозь вижу, нищу братья Зурепинска Лишь будет за Москву зацепиться А вы думаете, что это он уговорил ее принять не блин? Нет, она сама решила умереть и его уговорила То есть у них все было серьезно, верно? Да, у Оли было все серьезно, а вот у него, да кто ж его знает Что у него в голове творится Оля говорила тоже серьезно Только у нее пелена перед глазами Ну что, говорил красиво, не обижал, казался благородным Слушай, командир, я когда слышу такие разговоры Деньги ни к чему, главное чувство Я понимаю, куда он клонит А вы так не считаете? Майор, он же опытный человек Ты же понимаешь, что все эти истории Про Золушку, это сказки для обывателя Потому что богатые Должны быть с богатыми Красивые с красивыми А бедные с бедными Иначе получается вот такая чехарда, как сейчас Может, проблема образовалась, потому что вы не приняли ситуацию? Они же не от любви таблетки приняли А знак протеста против вашей позиции Вы давили на них? Ну а что ваш муж? Паша говорил, и с Ольгой говорил, и с Виталиком говорил Только это все бестолку Ну не запереть же ее Тем более, что они в одном вузе учатся Вот мы и решили отправить ее в Европу Через несколько месяцев она должна была улететь, да не успели Скажите, откуда они достались снотворные? Есть идеи? Такие вроде у моего мужа были Надо спросить, только он сейчас дежурит все время у палаты Ольги Ждет, пока ей легче не станет Господи, хоть бы он не придушил этого Виталика там Начальник, я ведь в администрации человек не последний Даст бог, префектом стану И мне эти Виталики, они даром не нужны Мне о другом думать надо А не в шакалов от дочки гонять, так что Давайте дождемся, пока молодежь придет в себя Там посмотрим Дочка, кстати, как? Пока сложно в реанимации Вот сейчас пойду к ней Так что работайте, товарищ майор Да, куда сын? Хорошо сейчас буду, я тут недалеко А теперь слушай меня, товарищ чиновник Пацан пришел в себя, я иду к нему Если ты переступишь пороговой палаты Или попытаешься что-то сделать Боюсь, префектом тебе не быть Я не собирался ничего делать Виталий, такими обвинениями так просто не бросаются Я понимаю Но возмездие должно настигнуть виновного Он это заслужил, невзирая на положение Даже так Привет, ну как вас дела? Вот Наш Ромео пришел в себя И хочет писать заяву Утверждает, что имело место Доведение до самоубийства Даже номер статьи знает О, как, даже я ее не помню Хорошо подумал? Что, Павло, вы защищаете что ли? Я думал, я тут жертва Это оно и понятно, он же крутой Из администрации уже купил всех А я только простой парень Для всех было бы лучше, если б я крякнул Уж простите, что выкарабкался Все сказала, Ромео В театральный хотел поступать? В роль вошел хорошо, да? Хочешь мое частное мнение? Козлина ты Со своей жизнью можешь делать все, что угодно Но зачем вниз тащить молодую девчонку? Будь я ее отцом Я бы тебе сам накормил чем-нибудь Да вы ничего не знаете Вы не имеете права меня обвинять А вы тоже знаем Заявление мы твои примем Но доказать факт доведения до самоубийства Будет непросто Оля это подтвердит, вот увидите А с чего ты взял, чтобы Оля жила? Крупный чиновник Павел Иванович Павлов И его жена Елена возвращаются домой И застают там свою дочь Ольгу И ее парня Виталия Климова В бессознательном состоянии Пришедший в сознание Виталий Обвиняет Павлова в доведении до самоубийства С его слов поводом для суицида Стал конфликт с Павловым Который был резко против отношений дочери с ним Она не могла умереть Я же люблю ее Я жить без нее не могу Она действительно умерла? Ну, во-первых, этого я не говорил И я просто спросил С чего ты взял, что Ольга жива? Так она жива Пока жива Так ты настаиваешь, что именно давление Павлова Стало причиной попытки суицида? Да, у меня доказательства есть Я зафиксировал его угрозы Давайте, принимайте заявление Ну, хорошо Надо было вам, ребят, это дело отдать Там любовь, коварство и Шекспир А мы бы с Андрюхой ловили убийц до вымогателей Ой, Никит, спасибо, что ты считаешь меня экспертом в семейных делах Особенно учитывая то, что я в своей семье разобраться не могу Да, дерданая черт взять это дело Да хватит чесать Ты просто подумал, что вы с суицидом быстро раскидаетесь Отпишетесь и забудете А тут еще одна мутная тема нарисовывается Сопляк решил наказать будущего тестя Кать, держи А тут немаленький чиновник будет давить на закрытие дела А он это понимает, Вань И сейчас будет крутиться, как уш на сковородке Потому что совсем скоро, Никита, с тебя начнут поступать звонки сверху А мы с Ваней понаблюдаем в сторонке Дилинь-дилинь Да вам бы только языками чесать дорадоваться Вон даже у Миронов красноречие прорезалось Вы бы что-то умное мне сказали бы Ты сам все знаешь, ну, я надеюсь, во всяком случае Делая это, Никит, нужно глушить на корню Не докажет он, что ты его довели, только время зря потратите А вот самого этого заявителя Климова прихватить можно за то, что девочку отравой накачал, понимаешь? Ты, кстати, можешь хорошо на карман сработать Павлов в долгу не останется, если ты отравителя его любимой дочки закопаешь Ох, и ушлый ты тип, Миронов За каждую человеческую трагедию тысячи шанс позаработать В СБ на тебя настучу Ваня, почему дело Волковой здесь лежит? Потому что оно твое Павел Иванович! Что случилось с вашей дочерью? Павел Иванович! Павел Иванович! Правда, что она хотела покончить с собой? Кто ты такой, а? Кто ты такой? Я тебя спрашиваю! Журналист Юдин! Это здание слова! Журналист Юдин! Что тебе надо, а? Ну что тебе надо у моей дочери? Простое! Пищевое отравление ей плохо! А ты лечишь со своими сенсациями! Иди отсюда! Куда подальше? А ты чего здесь прохлаждаешься? Да мы его тут жизни учим! Павел звонил! Кто-то слил в прессу информацию о том, что дочь его пыталась покончить с собой! Грешит на нас! Злой, как собака! О как! А это точно не ты! Пошутил сейчас? Не поверишь, но нет! Интересно, кто? Может, Виталик этот? Климов! Кстати, Павлов забрал дочь из больницы! А она что, выздоровела уже? Как я понял, ей лучше пришла в себя! Папаша боится, что она будет общаться там со своим Ромео, вот и забрал! Ну, в общем, насчет журналистов я его успокоил, но он хочет лично поговорить! Чего? У нас переработка не оплативается! С девяти до шести, пожалуйста! Езжай, езжай! Такой человек приглашает! Не-не-не! Вот теперь точно куда-нибудь поеду! Скажите, с ним точно все в порядке? Жить будет, не переживай! Ты мне лучше скажи, чья это была идея? Вот так, кардинально! Мы оба так решили! Оля, не говори глупости! Ты не могла такого придумать! Мама, хватит! Так, мама, мы можем с Ольгой вдвоем поговорить? А то при вас она не может избавиться от эмоций! А то мы так будем до утра это ток-шоу проводить! Да, конечно! Да не верю я, что вы слили эту информацию журналюгам! Ну, что такое? Ну, что такое? Сказали, что я ее смущаю, и она не может при мне отвечать на вопросы! По-хорошему, ее вообще не надо было сейчас трогать! Ну, раз заехали... Нет, ну как же! Я пригласил! А потом, что мне с этим дурачком делать? Потом, все это дело со статьей! Что, это всерьез? Мы пока его придержали! Не стали возбуждать уголовное дело! Но если он не передумает, придется! А это уже серьезно! Особенно по причине того, что вы ему угрожали! Да, ну не угрожал я ему! Ну, как не угрожали? Угрожали! И не просто угрожали, а дали зафиксировать угрозы! Он в телефоне сохранил все ваши эсэмэс! Я не помню дословно, но вы наверняка сами знаете, гаденыш, ты попался, теперь тебе не сдобровать, теперь жизнь твоя станет адом! И все такое прочее! Паша, ты что, действительно хотел его? Да ничего я не хотел! Припугнул пару раз, чтобы отстал! Ну, вполне возможно доказать, что потерпевший считает угрозы реальными, что и спровоцировало депрессивное и суицидальное настроение. И еще, вы уверены, что ваша дочь на вашей стороне не даст показания против вас? Не, ну как же против отца? Она не посмеет! Я уже говорила и повторюсь любому. Мы сделали это под давлением отца. Значит, это ваш отец заставлял вас пить снотворное? Или это был Виталик? Нет! Я никогда этого не подпишу! Виталик меня не принуждал к отравлению! Он ни капли, ни таблетки в меня не впихнул! И вообще, это была моя идея! Я знала, что отца есть снотворное! Успокойся! Волноваться вредно! Капли! Какие капли? Кроме снотворного было что-то еще? Виталик принес флакон. Он сказал, что так будет надежнее. Значит, эта идея ему пришла в голову не спонтанно. Виталик подготовился. Подождите, я запуталась. Забудьте все, что я говорила! Я ничего не подпишу! Все, все, ухожу. Уже ухожу. А потом я не думаю, что этот шакал станет со мной судиться. Он хотел, чтобы мы оставили их с Ольгой в покое. Вот затеялось это дело со статьей. Ну, отравление-то было настоящее, подтвержденное врачами. А это особый аргумент. Ну, и наверняка найдет еще свидетелей против вас. Я извиняюсь, у вашей дочери там плохо. Ой, я пойду. Ну, а нам пора уходить. Ну, я ваши мысли понял. Нам нужно с коллегой еще кое о чем переговорить. Припозднились мы у вас. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопросик. Скажите, почему вы не предоставили заключение по нашим суицидникам? По тому молодой человек, что меня никто не спрашивал. Вы его можете получить в любое время. Тем более, что для вас там есть очень интересные моменты. Что за моменты? Ну, в крови у этих ребят, помимо снотворного, был обнаружен атропин, который заблокировал отравляющие действия. То есть, они бы не умерли, даже если бы скорая не приехала? Нет. Ну, говоря простым языком, они приняли сразу и яд, и противоядили. Это сильно меняет дело. Скажите, а не могли они этот атропин принять случайно? Ну, если бы он содержался в хлебе, чае или других продуктах, то возможно. Но он содержится, например, в глазных каплях от конъюнктивита. Могли ли они вдвоем случайно принять эти капли именно в тот момент, именно жизненно важный для них? Когда выписался этот Ромео? А он еще не выписался. О! Приятного видя, да? Ну что, симулянт, валяешься? А невеста твоя еще вчера своими ножками из больницы вышла, пока ты тут сачкуешь. Даже в общую палату не привелся. Или она настолько тяжелая, что надо поближе к реанимации? Вы почему со мной таким тоном разговариваете? Я, между прочим, с того света выкарабкался. А вы? Вы должны заниматься расследованием, как меня Павлов довел до суицида. Казалось бы, да. Но тут мой младший нерадивый товарищ забыл вчера глянуть в заключение врачей. А ты оказался умнее, чем я думал. Знал, сорванец, что снотворный вас не убьет. И капельки с собой специально прихватил. Что, скажешь их название или будем делать развернутую экспертизу? Чего ты хотел добиться? Чтобы Павлов попал на колени и благословил вас? Вы меня обвиняете, что ли? Павлов надавил на вас, чтобы вы меня виноватым сделали? Вы что, действительно думаете, что я все подстроил с отравлением? Вот уверенно на сто процентов. А почему кончай себе больного тут корчить? Сегодня после обеда ждем у нас в отделе. Да, привет. Нет, я такую хрень не читаю. Пускай присылают ссылку. Да они вашу мать, уже в интеррейте раструбили на всю. Сейчас я им устрою. Дочка чиновника Павлова, Ольга, вместе со своим бойфрендом Виталием Климовым пытается покончить с собой, отравившись снотворным. Причиной становится запрет Павлова на отношения Ольги с Виталием. Оперативники не хотят возбуждать дело по такому сомнительному поводу. Однако история попадает в прессу и приобретает скандальный оборот. В ходе следствия выясняется, что молодые люди вместе со снотворным приняли и капли, которые нейтрализуют его действия. Не оставишь Павла Ивановича в покое, убьем по-настоящему. Что происходит? Объясните мне, что происходит, если вот это прочитают в мэрии. Они это прочитают. Скажут, Павлов купил полицию. Полиция отказывается возбуждать дело против чиновника. Почему я узнаю все от третьих лиц? Чьих это рук дело? Спокойнее. Никакого уголовного дела быть не может. Выяснилось, что Виталик намеренно дал Ольге и себе блокиратор снотворного. Они не могли умереть в любом случае. Теперь есть все основания прижать его самого. Тогда почему вот об этом пишут в интернете? В интернете и в газетах много чего пишут. Журналистам нужна сенсация. Успокойтесь. До вечера все решим. Здорово, мужики. Я по делу. Не сильно заняты. Вот знакомься. Павлов Павел Иванович из администрации. О, я даже не знаю, как сказать. Она сейчас в больничку вызывает. Туда доставили избитого парня по фамилии Климов. Так вот он говорит, что его избили ваши люди. Да вы с ума сошли! У меня идея. А давай это дело возьмем мы. Можно, Виталик? Виталик, я богом клянусь, к этому никакого отношения не имею. Конечно. А они сказали, чтобы я вас оставил в покое и забрал заявление. Быть этого не может. Я разберусь. Давай с тобой поговорим, как деловые взрослые люди. Я готов пойти на попятный в твоих отношениях с Ольгой. Забери заявление и можешь с ней встречаться. Так вот вы как теперь заговорили. Вы что думаете, мне дочка купить? Думаете, дочка пойдет за нищеброда неудачника, лишь бы вам в тюрьму не сесть? Зачем ты так, Виталик? Я сначала ошибся. А теперь вижу, ты хороший парень. Ну как? Заберешь заявление, зять? Да черта лысого. Пять миллионов давать, и тогда заберу заявление. А как же после этого ты будешь встречаться с Ольгой? Встречаться с Олей? Да нафиг она мне нужна, забирайте ее. И деньги, чтобы сегодня были, ясно? Ясно. Здорово, с они будем виделись, это понятые. А зачем понятые? Это связано с моим избиением? Сначала закончим с имитацией самоубийства. Вот, в истории запросов видно, что владелец телефона, клеймов, интересовался медицинскими препаратами, блокирующими токсичные действия снотворного. То есть, планировал инсценировку самоубийства. Вот теперь вопрос по доведению до самоубийства закрыт окончательно. Причем совершенно бесплатно. Но не закрыт вопрос о моем избиении. Кто знал про отравление? Кто мог сообщить в прессу? Я, жена, Виталик. И Сергей, мой водитель. Врачи в больничке. Ну и мы, само собой. Ясно. А кто знал, что Климов написал заяву? Я, жена, Виталик, Сергей. И мы. А кто знал, что мы заявление приняли, но ход ему не дали? Мы трое. Я, Виталик и Сергей. Даже жене не говорил. Но Виталик в тот день ни с кем не созванивался. И я сомневаюсь, что у него хватило бы ума удалить после этих звонков. тогда остается мы и водитель. Он слышал, что вы пока придержите дела. Алло, Сереж, слышишь меня? Да, да, да. На заднем селе не парчфель, видишь? Да, вижу. Давай, хватай его в охапку. Ага. Иду сюда. Сюда, сюда. Бегу. Представляешь, клоунада? Два идиота избили этого сморщика Климова и сказали, что от меня. Ничего себе. И кто это мог сделать? Не знаю, но один из этих придурков, что избивал Климова, потерял мобильник. Так что менты его скоро вычислят. Дуй в машину, через 7 минут выезжаем. Останется у меня. Понял. Алло. Вы идиоты. Вы в курсе, идиоты, что когда вы этого Додика пинали, вы телефон потеряли? Теперь вас найдут. Как ничего не теряли? Мне только что сказали. Это ты потерял бдительность. Уголовный розыск. Держи руки так, чтобы я их видел. А водила этот Сергей достался мне от другого чинуши. Парашин. 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 Хотел меня подставить, да? Да это тот, который под тебя копает. Докопался. Докопался. Представил ко мне этого соглядатая. Да? Бычков организовали. Ходили слухи, что он бандитствует. Я не верю. В общем, лихо вы организовали эту чудную комбинацию. Все благодаря вашим актерским талантам. Ребят, я так и не поняла, как вы раскусили, что это Сергей? Ну что, тебе он же легче на свежем воздухе? Легче. Только на душе не легче. Мам, пойми, я люблю его. Он любит меня. Насчет твоей любви я не сомневаюсь. Хотя мне больше кажется, что это влюбленность, а не любовь. А вот насчет Виталика, вот тут вопрос спорный. Он недавно говорил с твоим папой, хочешь послушать? «Зачем ты так, Виталийка? Я сначала ошибся, а теперь вижу, ты хороший парень. ну как, заберешь заявление, взять?» это черт лысого. думаете, думаете, дочкой мне купить? Пять миллионов давайте, тогда заберу заявление. А как же после этого ты будешь встречаться с Ольгой? встречаться с Олей? Да нафиг она мне нужна, забирайте ее. И деньги, чтобы сегодня были ясны. Это взрослая жизнь, доченька, и в ней много разочарований. Дай Бог, чтобы это было самым большим.